Good morning everyone! Если вы можете сейчас найти кое-что очень смешное в этом видео, то вам пятерочка. Если нет, то я вам укажу вот сюда. Иди сюда уже, будем урок по макияжу снимать новый. Ну что, у нас сегодня с вами макияжная, как вы уже поняли, тренды мы в целом все разобрали, кроме одного самого базового, самого носибельного. Это тренд на коричневые оттенки. Нет, вообще я вам в этом уже говорила, но все-таки на нем стоит сделать отдельный акцент, потому что коричневый цвет в макияже возвращается как никогда. Вот как в 90-е он был. Интересно, кто-нибудь меня сейчас слушает или все смотрят на кота? Как в 90-е. Коричневые губы, коричневый контур, коричневые блески для губ, коричневые тени. Все коричневое было. Так вот, и сейчас этот тренд начинает снова возвращаться к нам. Вот, давайте сначала делаем, собственно, красивый тон, потому что пока его нет. Спрей, начнем со спрея, фиксит спрей. У меня увлажняющий крем на лице. Тестирую сейчас какую-какую новиночку из российских, и мне очень нравится. Вот если что, сейчас дотестирую и потом вам расскажу. Пока у меня тут впитывается фиксит спрей в качестве праймера. Он сейчас мне создаст такую легкую пленочку с очень красивым, вот видите, переливающимся таким эффектом на коже. И благодаря этому тональный крем будет растушевываться прям очень-очень-очень легко. Держаться стойко, и фиксит спрей полностью скроет все шелушения. И вот если у вас кожа шелушится, и если вы, кстати, на море сгорели, это лайфхак, да, когда кожа прям сухая. Обливайтесь фиксит спреем, потому что он вот прям держит эту влагу и не дает ей испаряться. И такую пленочку вот прям увлажняющую создает на коже, что кожа очень сильно смягчается. И вот у кого шелушение, шелушение проходят, да, то есть они прям сглаживаются. А у кого вот кожа такая натянутая, когда сгорела, тоже очень комфортно. Это мне уже клиенты рассказывают. Я до вас доношу. Сама еще пока я этим летом не сгорела. Итак, поехали. Делаем супер красивый тон. У меня, как видите, более-менее это лицо в порядке. Все-таки лето, и как-то, мне кажется, чуть-чуть даже легкий какой-то загар осел на мне. Мне плотного покрытия сейчас не надо будет. Мне нужно, по сути, просто хорошее увлажнение с хорошим, таким светодотражающим, легким тонирующим эффектом. Тональный крем, который я давно хотела вам показать, это Skin Illusion Colorance, новый который. У меня 107 номер. Я вам про Skin Illusion уже неоднократно рассказывала, я пудру их обожаю. Вообще, Skin Illusion одна из, наверное, самых крутых тональных линеек ever. И вот, Clorance выпустили Skin Illusion вот прям совсем такую легчайшую. Это, наверное, даже скорее тонирующая сыворотка, потому что ухода в этом продукте явно больше, чем тонального крема. И при этом он очень хорошо скрывает недостатки, дает такой, знаете, эффект именно здоровой, вот прям сияющей кожи. Он с пипеткой, взбалтывать его не надо, потому что формула абсолютно готова к тому, чтобы применять. Я всегда на руку капельку делаю, и смотрите, каким образом я его наношу. У меня два способа. Первый это пальчиками, мне прям очень нравится, так вот тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик-тик. И растушевать. Вам одной капли на все лицо вообще хватит. Он очень легкий, очень незаметный, прям такой шелковистый. Очень легко растушевывается, как видите, вообще без полосочек подстраивается под свой оттенок. И, как видите, нанесение тонального крема сегодня у нас занимает где-то 30 секунд. Вуаля! Как-то слишком быстро получилось. Я планировала больше рассказывать про средства. Ну, короче, давайте еще по каким-то базовым ключевым факторам, почему этот тональный крем классный. Во-первых, SPF 15. Прекрасный такой базовый SPF, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Мне кажется, сейчас уже тональное средство без SPF невозможно. У него приятная очень отдушка, она очень быстро испаряется. У него офигительная совершенно текстура, которая легкая, она вот растушевывается, но увидели, да. Он размазывается пальчиками просто мгновенно по лицу, сливается с кожей. И его вот, ну, ни по текстуре не видно, да, ни в пороху он не забивается, ничего. Я хочу обратить внимание, что если у вас там пудра Skin Illusion, например, 105-ая, то тональный крем у вас, наверное, будет 107-ой или, может быть, даже еще потемнее. Пудра, по ощущениям, она потемнее в той же нумерации. Вот у меня пудра 105-ая, а тональный крем вот этот 107-ой. Всего их 12 оттенков, точно выберите свой. Ну, как бы шикарные консультанты у Clorans. Обязательно воспользуйтесь их открытостью, они с удовольствием все вам подскажут, потому что я проводила внутренний тренинг для Clorans, и ребята, которые вот, ну, прям у них в категории эксперты, они, конечно, очень круто консультируют, они действительно прям рассказывают тебе все от твоей кожи, правильно подбирая тебе средства. Он очень жидкий сам по себе, поэтому здесь пипетка, ну и, как я уже сказала, он такой больше как сыворотка тонирующая, поэтому пипетка здесь в целом логична, как принято уже традиционно в сыворотках. Несмотря на то, что он при нанесении достаточно такой жидкий, да, и по ощущениям даже как будто бы он маслянистый, все летучие компоненты очень быстро испаряются, и он вот прям даже такой легкий, как подсвеченный, но матовый эффект имеет. Нет этого ощущения жирного блеска, а такое матовое свечение, и нет никакого ощущения липкости. Плюс, как вот сейчас несложно заметить, у него есть функция рассеивания света, и вот, собственно, это то, что, наверное, можно сказать Skin Illusion. Это та самая иллюзия, которая создает офигенно светящуюся кожу, просто потому что она отражает свет, выравнивает таким образом и текстуру кожи, то есть она выглядит гладкой, какие-то вот эти носогубки становятся менее заметны просто потому, что свет рассеивается и отражается в мелких-мелких-мелких частичках. Я, кстати, когда была на фабрике Clorans, помню, как мне рассказывали о вот этой самой идее, когда в основе тонального средства будут лежать все знаменитые компоненты сывороток, что это будет тональное средство нового поколения, потому что это будет прям уход-уход. И мне кажется, что мне говорили про этот тональный крем, потому что потом вышел он. Так, и ну и что, раз мы уже тут по Clorans пошли, давайте там темные круги замажем. Консилер тоже возьмем Clorans. Instant Concealer я вам как-то его уже показывала. У консилера у этого очень классный большой объем, надолго хватит. Я его, если честно, помимо как консилер, беру еще с собой, потому что им очень удобно поправлять макияж в течение дня. Это как маленький тональный крем с вами, который очень хорошо замазывает и при этом не заметен на коже. У меня оттенок 2, он такой, знаете, с розовинкой. Я его наношу пальчиками, можно кистью, здесь еще можно дополнительно, потому что у меня темные круги прям темные. И легкая розовинка, она как раз-таки подсвечивает, очень хорошо отражает, опять же, свет. И нейтрализует коричневый, лишний. В макияже, как бы, правило-то какое? Лишний коричневый выбираем, нужный коричневый наносим. Вообще, тональные средства Clorans и консилеры, одни из, наверное, самых популярных у нас в студии. Они, когда заканчиваются, это прям уже красная кнопка, аларм, аларм. Визажисты начинают уже кричать, потому что это действительно очень тонкие средства, которые круто тонируют, дают незаметный вот этот результат, когда это, ну, ощущение, как будто это действительно твоя кожа. И плюс они стойкие, плюс у них хороший объем, у консилеров вообще, вот я таких консилеров огромных, и даже, наверное, и не знаю. 15 миллилитров, как бы. И очень круто маскируются темные круги и подсвечиваются. Едем дальше, припудривать пока не будем. Причешем брови. И на арене гардеробной Елены Крыгиной. Мистер Чоколад, наконец-таки! И мы будем с вами делать шоколадные смоки, шоколадную коррекцию лица и шоколадные даже губы. Первым делом начнем с коррекции лица, чтобы у нас форма сразу была классная. Смотрите, я тюбиком просто вот так размазываю по руке, вы можете это то же самое сделать по палитре, я просто рукомастер и люблю все делать руками. Фишка Чоколад заключается в том, что это будет единственный шоколад в вашей жизни, который худит. Причем конкретно. Конкретно Чоколад, который конкретно худит. Кто там кричал, визжал о том, что щеки, жизнь не мила, некуда их девать. Сейчас ваши щеки мы быстренько продавим. Набираем кистью. Хорошо, прям в кисточке растушевываете. Ну и поехали рисовать супер скулы. Хотите прям, чтобы они супер, вот прям куды были? Вот так чуть-чуть их сюда уводить. Пальчиком, либо кистью растушевываем чуть-чуть. И немножко поднимаем наверх. Вот сюда. Чтобы как бы наша скульптура лица все не упала вниз. Потому что вот эта линия, она такая немножко мужская. Видите, как скулы продавливаются? Да, да. Так, как у Джонни Деппа. И чтобы сохранить женственность, вот чуть-чуть вот сюда заводите. Сначала сделаем коррекцию такую поярче. Потом мы ее все растушуем. Чтобы вам видно было просто изменение, да. Подбородок. Вот смотрите, видите, вот эта линия такая хоп и прогибается. Вот хотелось бы, чтобы она не прогибалась. Поэтому чуть-чуть затемняем. Чуть-чуть затемняем под подбородком. Потому что тогда ваш второй подбородок, во-первых, вы сможете с ним попрощаться. Во-вторых, даже если у вас его нет, у вас как бы все личико подтянется. Видите, как бы оно такое прям чик. И немножко все наверх начинает тянуться. Вот эту линию, которую вы растушевывали. Тяните ее еще чуть-чуть повыше к вискам. Это сделает лицо уже. И это точно так же немножко вот как бы ваше лицо, посмотрите, черты лица возьмет и вот так вот переставит. Одним конкретом можете это сделать. И фишка конкретно здесь, вот конкретно конкретно, в том, что его вообще не видно. То есть вы будете разглядывать кожу вблизи, его не видно. Вот пудровая текстура, все эти продукты жирные для контуринга, блин, их видно. Они уже выглядят, как будто бы вы вот прям из печки. А здесь вы создаете настоящую новую скульптуру, вот такую иллюзию абсолютно идеальных пропорций своего лица. Оставляете свое лицо своим, не перекраиваете его слишком сильно. Вы просто делаете те черты лица, которыми ваше лицо уникально и которыми вас наградила природа. Вы делаете их гармоничнее, вы делаете их круче, сексуальнее и так далее. Так, глаза теперь, смотрите. Этой же крупной кистью. Чик-чик-чик. Вы понимаете, да, что с конкретным единственное, вот что вам нужно научиться, это работать оттенком. Перестаньте выливать на себя весь тюбик, это не зубная паста, как сказал Георг. Ну, посмотрите, как у меня вообще джи-джи ходит. А сейчас еще чуть-чуть помажем и Белла получится. Здесь мы что будем делать? У нас макияж весь трендовый, новый. Он снова уходит к вискам. Вот висок, вот скулы, видите, параллельная линия, висок вот сюда. Вот как будто бы натягиваете себе глаз. Видите, как приподнимается сразу? Вот, то же самое с другой стороны. Кисточка эта, если что, смешбокс. Такая вот скошенная. Она, наверное, у них для тона предназначена, но мне очень нравится. Для коррекции, для румян. Еще чуть-чуть, вот просто с носика соберу. Чуть-чуть сделаем потоньше носика. Если хотите еще более интенсивного результата, возьмите небольшую кисть и немножко, например, вытяните глаза. Таким вот образом. Собственно, это тот макияж, который мы и хотим сделать, поэтому... Можем уже сразу и начать. Губы. Видите, я что делаю? Я тень под губой. Подкрашиваю, чтобы она получилась чуть более вывернутая. И немножко по контуру, особенно в уголках вот здесь. Как будто бы немножко, вот знаете, типа вокруг обои. Теперь берем мягкую синтетическую кисть. И я, пожалуй, чуть больше оттеню по контуру глаза, верхнее веко. И вот чуть-чуть растушую к вискам. У нас, ребята, с вами тотальный возврат коричневого. Ликуйте, просто пересматривайте клипы No Doubt и блестящих. Рэйчел в первых сезонах сериала, друзья. Но мы с вами в ближайшее время начнем выглядеть очень секси. Будем использовать цвет как аксессуар в макияже. Ну а основу делайте именно вот такую коричневую, чтобы быть прям супер секси. Понемногу набирайте. Чуть-чуть нанесли, растушевали. Чуть-чуть нанесли, растушевали. Таким образом можете наслаивать. Конкрет сам растушевывается вообще очень легко. Кто-то может подумать, что, ну типа, ой, нет, с кремовым пигментом я сейчас провожусь. Я вам хочу сказать вот словами своих клиентов, которые полностью сейчас перешли уже на этот концепт макияжа и обратного пути как бы нет. Потому что даже если ты никогда не пользовалась кремами и пигментами, поверьте мне, женщины, вам вот так нарисовать и самостоятельно растушевать смоки будет в сто раз проще, быстрее, чем если вы возьмете палетку и будете делать это палеткой. Еще можем ярче, да? Можно, в принципе, здесь было бы остановиться, но надо еще ярче. Растушевывается просто идеально. Вы понимаете, да, что я без зеркала крашусь? Я крашусь в айфон. То есть у меня вот здесь вот есть зеркало, но оно далеко. Давайте накрасим здесь ресницы и посмотрим, насколько нам надо дальше уходить в яркость. У нас же еще брови. Так, давайте накрасим ресницы. Тоже Clorans. Розовая тушь. Я ее называю розовая тушь. Wonder Perfect Mascara 4D. Обожаю. У меня вот одна рука только есть, потому что вторая захвачена, как бы взята в плен. Ресницы надо нам накрасить ярко. Очень. И как я уже говорила, да, мы их тянем немножко туда вот. Пока они будут склеены немного. Мне вот эта тушь нравится тем, что она такая яркая-яркая. Пока тушь сохнет, давайте немножко Concrete Selman возьмем за наш румянец. Идеальный, потому что он. Сюда прям суперкруто подойдет. Любимейшая моя кисточка для нанесения конкрита в качестве румян. Вот Сердар Камбаров T1. Обожаю. Ну и для Тона, кстати, тоже она клевая. На губы. И немножко так вот как бы финально растушую глаза этой кисточкой. Так, ну что, нам остались брови. Немножко совсем бровей. Конкретал подтенок. Так волосками дорисовываем. Это быстро на самом деле. Мне клиенты или кто-нибудь. В домик наш голубой придут девочки за заказом или в студию. И такие. Вот у вас так брови получаются. Вот так вот. Вы так шух-шух-шух-шух-шух. И они такие нарисовались. Я говорю, девчонки, это так на самом деле просто. Это вот даже чертить бровь себе ровную. Это намного сложнее, чем один раз научиться делать волосками. Тем более, что когда ты за дня в день так делаешь брови, как бы навык-то набивается. И тебе с каждым разом становится это все быстрее и проще. Я вижу по своим сотрудницам. У нас же все черти с какими бровями приходили устраиваться в крыгнате. И что сейчас? Ну, понятное дело, все коррекцию делают в студии у нас. Шикарные брови себе отрастили. А во-вторых, все просто клево очень делают макияж. И это точно такие же девушки, которые не имеют свободного времени для того, чтобы долго краситься. Они понимают прекрасно, что они пользуются этим брендом не потому, что они в нем работают, а потому, что это быстро. И брови они себе рисуют в волосковой технике, потому что хотят выглядеть естественно, красиво. И при этом, чтобы это не занимало слишком много времени. Вывод какой? Берите пример с Еленой Крыгиной, представительниц Крыгина Тим. Пока брови чуть-чуть подсохнут, конкрет высохнет волосками, я потом их причешу и зафиксирую. Давайте немножко дополнительно к такому уже более яркому макияжу пробежимся тоном кистью. Это, собственно, второй способ, который я вам изначально обещала, которым я наношу этот тональный крем. Первый пальцами, второй кистью. Кистью он очень хорошо уплотняется. Например, на определенных участках можно сделать покрытие чуть-чуть более интенсивным. Центр лба, ну вот эта зона, как правило. Мы здесь чаще всего трогаем себя за лицо, и вот этот треугольничек можно немножко подсветить. Причешем брови и немного зафиксируем пудрой. Кикси-паудер где-то у нас. Вот она. Я прям в крышку чуть-чуть насыплю, потому что я припудриваю маленькими кисточками. Большие кисти в последнее время просто стоят. Только центр лица между бровей и вот остаточками прямо на брови можно еще зафиксировать смоки. Они будут еще более стойкие. Только не сильно, потому что пудра светоотражающая, она может просто светлее сделать ваши смоки. Ну и что? Блеск на губы, наконец-таки он вернулся. Того конкрета, который у нас есть в качестве контура, и немножко селмон от этого пигментика. Когда наносили румяна, который мы оставили на губах, этого более чем достаточно, чтобы просто все это дополнить прозрачным блеском и быть супер секси. Ну что? Мне кажется, мейк-то готов. Если вы еще черный добавите в этот мейк, то он еще более глубокий получится. У меня все-таки утро, и я иду сниматься в телевизор не как самая сексуальная женщина в мире, искусительница-соблазнительница, женщина-кошка, а как Елена Крыгина, соседская девчонка. Поэтому ярко-сидно краситься не буду, но мне дико нравится, как это выглядит. Вы понимаете, да, что мы весь мейк сделали просто одним конкретом. Так что я нас всех с вами поздравляю с тем, что появился в нашей жизни конкрет чоколад. И вот он, мой хорошенький. Потому что я вам хочу сказать, что когда я для лаборатории делала цвет и мешала его, пытаюсь получить вот тот самый, вот идеальный, коричневый, но холодноватый, но при этом не слишком серый, но при этом не слишком яркий, но темный. И вот чтобы он был таким самым базовым в макияже, я задолбалась реально получать этот оттенок. И очень круто, что в итоге в какой-то момент все-таки он у меня получился, намешался из всяких красок. Потому что я начинаю смешивать цвета, честно признаюсь, из масляных красок, пытаюсь просто сам цвет получить, смотрю, как он там смешивается, растушевывается, потом по этому же принципу собираю уже из пигментов косметических. Именно поэтому конкреты, а не краски для лица. И вот, короче, конкрет чоколад это моя гордость, потому что я знаю, скольким девушкам он поможет нарисовать себе супер скулы, супер глаза, и это все сделать быстро, круто растушевать. И при этом чуть-чуть попозже мы еще вернемся к одному тренду, это темные коричневые губы, особенно глянцевые, такие как переспелая, типа черешня или еще что-то. Сделаем тоже такой мейк, и плюс рисуйте им стрелку, чуть-чуть контур подводите и растушевывайте, то есть это настолько базовый оттенок, что вот, пожалуй, самый универсальный. Вот не знаешь, с чего начать свое знакомство с конкрет, начинай с него. Ну и с плам, и с селмон, руби, ну и дальше по спуску. Ну что, let's go покорять мир. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok